В России проходит трехдневное голосование. Люди с активной гражданской позицией выбирают губернатора Ульяновской области и депутатов Государственной Думы. Конкурентность и легитимность – эти два определения проходят красной нитью в главном политическом событии года. В этом уверены политологи и общественные наблюдатели. Наша съемочная группа побывала на городских избирательных участках. Начали с Дворца творчества детей и молодежи. И наблюдатели, и голосующие в масках. На столах есть санитайзеры. Все меры безопасности соблюдены. Волонтеры раздают индивидуальные ручки. По словам главы областного избиркома, все 979 участков оборудованы антиковидными аксессуарами. Юрий Андреенко уверен, что Ульяновская область хорошо подготовилась к масштабному мероприятию. Те, кто остался дома и не смог прийти на участок, тоже смогут проголосовать, не рискуя здоровьем. Все наши члены комиссии, кто будет выходить для того, чтобы избиратели проголосовали дома, они будут все в защитной амуниции, и в халатах медицинских, и в масках, и в защитные экраны. Никакого прямого контакта с избирателем у них не будет. Все бюллетени будут с целости и сохранности, утверждают в избирательной комиссии. Избирательные бюллетени будут все помещены в сейф-пакеты. Сейф-пакеты будут пломбированы, закрыты. Там могут расписаться на них все желающие члены комиссии, наблюдатели и так далее. Все эти сейф-пакеты будут помещены в специальные, для этого предназначенные, приобретенные металлические ящики, которые тоже будут закрыты, опломбированы, будут находиться под зорким взглядом видеокамер. Глава города одним из первых проголосовал в поселке Пригородный. Компактный избирательный участок номер 34-37 расположился в местной школе. Компактный избирательный житель города Ульяновска обязательно должен прийти на избирательный участок и сделать выбор. Сегодня мы определяем не только будущее нас, но в первую очередь мы определяем будущее наших детей. Директор Ленинского мемориала Лидия Ларина проявила гражданскую позицию на избирательном участке номер 34-03. По словам Лидии Геннадьевны, она сделала выбор в пользу гармоничного общества. Вы знаете, мне так кажется, что мы всегда ждем каких-то перемен. Я не то, что не жду перемен. Я хочу просто жить в обществе, где театры, где бассейны, стадионы. Это нормальная форма существования людей. И поэтому я хочу, чтобы мы продолжали, и Россия жила в этом направлении. Напомним, голосование продолжится до 19 сентября включительно. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.